Марина Степанова Я руководитель группы разработки API Яндекс.Карт в Яндексе Сегодня я буду рассказывать про то, как показать на карте большое количество объектов Какие проблемы вас ждут на клиенте Какие проблемы вас ждут на сервере И как хорошо организовать передачу данных между сервером и клиентом Сначала я расскажу, почему сложно отобразить большое количество меток на клиенте Какие там подводные камни, с чем люди сталкиваются Вообще я пишу актуальность проблемы Затем я расскажу про средства, которые предлагают картографические IP уже сейчас И чем вообще пользуются люди Затем я расскажу, как загружать метки по требованию Как организовать взаимодействие сервера и клиента И в конце я дам некоторые рекомендации по организации серверной части Как там хранить данные, как делать серверную кластеризацию и так далее Итак, почему сложно показать много меток на карте Эта тема действительно очень острая Здесь показана выдача, собственно, сколько, как часто нас в нашем клубе разработчиков API спрашивают, что с этим делать Проблема встает как перед нашими сервисами, собственно, перед Яндекс.Картами Там Яндекс.Недвижимость и многими другими Так и перед обычными людьми, которые решают не столь большие проблемы Например, сайт банкоматор.ру У него стоит задача показать все банкоматы в Москве Банкоматов в Москве очень много Карта получается очень сильно нагруженная Для них вся эта тема очень актуальна Для того, чтобы понять, какие проблемы у вас появятся при решении подобных задач Давайте рассмотрим сначала решение задачи в лоб У вас есть некоторый сервер и у вас есть какой-то клиент Этот клиент, например, мобильный телефон Не знаю, айфон у пользователя Вам нужно сгенерировать некоторую HTML-страницу Передать ее на клиент, чтобы человек в результате увидел метки на карте Вы генерируете некоторую страничку, которая условно называется page.html Передаете сервера на клиент Если вы хотите просто нарисовать карту То весь код в страничке page.html выглядит вот так Причем с доктайпами, со всеми и всеми делами Теперь давайте добавим в этот код метки Нам нужно что-то на карте еще показать То, что сейчас показано на слайде Это не я сгенерировала для презентации Это я открыла один из наших сайтов Из сайтов, которые используют API И скопировала, как эту проблему решили они Разработчики взяли и в страницу вот эту page.html Разместили описание всех вот этих 50 тысяч точек Которые они хотят показать на клиенте То есть файл там, понятно, превратился в очень-очень длинную колбасу Которая передается серверу на клиента Очевидные недостатки этого решения Во-первых, файл начинает весить несколько мегабайт То есть вы понимаете, что мобильное устройство Уже подгрузит его не за одну и не за две секунды Мы передаем на клиент слишком много разных То есть если человек видит кусочек Москвы А метки у вас, например, разбросаны по всему земному шару То вы явно загружаете слишком много данных Чтобы человек просто что-то посмотрел в мобильнике Ну и плюс зачастую мы рисуем на клиенте те данные Которые человек не видит То есть тратим время на рендеринг того Что может вообще никогда не понадобиться Что предлагал использователь многие годы Для решения этой задачи Причем тут я должна оговориться Что я сейчас рассказываю не только про решение Яндекса Это вообще типичный подход для решения этой задачи В различных картографических API Решение номер один Оно такое самое ядреное Работает во всех браузерах очень быстро У нас на этом решении, например, показываются Яндекс.Пробки Это технология активных областей Суть ее заключается в следующем У вас существует картографическая подружка И для нее вы еще поверх загружаете набор изображений Эти изображения представляют из себя прозрачные картинки Поверх которых нарисованы иконки меток Или каких-то других объектов Ну там Яндекс.Фотки Отдельно от этого вы подгружаете геометрическое описание меток на карте В результате, когда человек вводит курсором по карте То мы просто просчитываем, над каким объектом находится сейчас курсор И эмулируем все так, как будто человек взаимодействует с реальным домообъектом А не с просто нарисованной PNG-картинкой В частности, сайт банкоматор.ру, который я приводила ранее Работает на технологии активных областей То есть все вот эти зеленые штучки банкомата Сбербанка Которые вы видите на карте Это подготовленные заранее, отрендеренные на сервере тайлики Какие плюсы и минусы у данного подхода? Плюсы – быстрый рендеринг на клиенте Действительно, показать просто картинку в браузере довольно быстро и хорошо Передаются данные только для видимой области карты Это тоже плюс Очевидные минусы – очень сложная серверная часть Если вы хотите понять, насколько она сложная, попробуйте на досуге написать скрипт, который генерирует вот эти прозрачные тайлики с нужными вам картинками Ну и еще один минус – это картинка на клиенте абсолютно статична То есть элементарный кейс перетащить одну метку с одного места на другое Вы решить уже в принципе не можете Потому что на любое изменение картинки вам нужно отправить запрос на сервер Который ответит измененными данными на клиент Решение номер два – это использование клиентского кластеризатора Опять же, он есть во многих IP, в каких-то встроенных, в каких-то нет Но суть его в следующем – на клиент передается набор точек, они кластеризуются, в результате показываются кластеры Какие плюсы и минусы у этого решения? Ну плюсы, понятно, очень просто использовать То есть там в API Яндекс.Карт оно из коробки работает, в других API тоже несложно Плюс гибкая настройка на клиенте Вы можете делать абсолютно все, что угодно с вашим клиентским, с клиентской картинкой И при этом не ходить на сервер там за обновлением данных Минусы – клиент тратит время на кластеризацию То есть, собственно, вот этот код, который кластеризует метки, выполняется в мобильнике пользователя, что не очень хорошо Ну и не решена проблема оптимальной подгрузки данных Это как бы всегда остается за рамками То есть вы как-то сами должны подгрузить метки, которые откластеризуются И сами должны последить, чтобы эти метки загрузились оптимальным образом Еще одна проблема, которую я хочу осветить тут, заключается в следующем Я специально отсмотрела все картографические API и, в принципе, у них у всех вот эта проблема существует Если вы хотите 50 тысяч меток сгруппировать в один кластер, вам в любом случае нужно создать 50 тысяч каких-то программных инстанций В разных API это разные программные сущности, но так или иначе это вот везде одинаково Получается, что для того, чтобы нарисовать на карте один кругляшок с цифрой 50 тысяч Вы должны потратить время клиента на инициализацию 50 тысяч объектов Операция New в JavaScript довольно дорогая, и это может существенно снизить производительность вашего клиент-сайта Ну, собственно, вот они, лишние программные инициализации Что мы хотим в идеале видеть? Мы хотим не делать никаких лишних инициализаций на клиенте Желательно загружать данные асинхронно, то есть показать сначала человеку быстро карту И потом подгрузить потихоньку данные Мы хотим передавать только те данные, которые человек видит И мы хотим рисовать на клиенте только данные, которые человек видит Что мы сделали для клиентской оптимизации? Начнем как бы от клиента на сервер Для начала мы подумали, почему бы не хранить просто данные сырые То есть зачем нам сразу создавать какую-то программную инстанцию для метки Которая может быть не показана на карте или вообще схлопнется в кластер Поэтому мы храним только данные для метки до того момента, как эта метка непосредственно пригодится на карте Ну и получается, что программные сущности создаются только в момент, когда метку нужно нарисовать на карте Это решает проблему, о которой я говорила ранее Если у вас 50 тысяч меток сгруппируются в кластер, не будет никаких лишних программных инициализаций Тем не менее, когда вы сгруппировали метки, часть из них все равно придется отрисовать Поэтому следующий этап работы над скоростью был ускорением этих меток Мы внимательно посмотрели на наши метки и посмотрели на компоненты, из которых они состоят Наши метки довольно сложные, потому что есть много кейсов, в которых метки самостоятельно рисуются по одной И у каждой метки есть своя какая-то сложная логика, своя инфраструктура, в которой она живет На самом деле большинство компонентов, которые существуют у метки, непосредственно к отрисовке вот этой запятой на карте отношения не имеет То есть есть менеджер Балуна, есть менеджер всплывающей подсказки, есть редактор геообъекта Но, собственно, за отрисовку отвечает один компонент, который называется у нас оверлей Так вот, идея ускорения была очень простая Мы объединили все метки, которые хотим показать на карте в коллекцию В рамках этой коллекции мы рисуем на карте только оверлей А всю инфраструктуру для всех 50 тысяч меток, условно, мы вынесли в эту коллекцию Получился модуль, который мы назвали Object Manager Он хранит данные в JSON и не создает программные сущности без надобности И вынесли всю инфраструктуру в общую коллекцию Так, чтобы для каждой метки создавалось только по минимуму то, что необходимо, чтобы метку нарисовать Тут потрясающее воображение график, насколько у нас получилось ускорить отрисовку меток Тут я показываю, за сколько времени рисуются метки с кластеризацией Тысяча меток, 10 тысяч меток и 50 тысяч меток Ускорение больше, чем в два раза В некоторых кейсах ускорение до 10 раз, в некоторых похуже Но суть в том, что у нас получилось значительно продвинуться в вопросе отрисовки большого количества объектов Теперь давайте поговорим про загрузку данных сервера на клиент Когда вообще программисты начинают думать об этой проблеме То есть, что человек видит маленькую часть карты, а у меня данные по всему миру Я хочу загрузить только данные для видимой части карты 99% решений, которые мы видим, например, в клубе, заключаются в следующем Человек анализирует, клиент анализирует, какая область карты сейчас видна И отправляет запрос на сервер Сервера, дай мне данные для этой видимой области карты Понятно, что разрешение мониторов у всех разное, размер экрана разный Другой человек может увидеть другую картографическую область Соответственно, пошлет другой запрос на сервер Какие минусы этого подхода? Ну, во-первых, на малейший сдвиг карты вам нужно генерировать новый запрос за данными Потому что что-то скрылось, что-то открылось, нужно это обработать Многократная загрузка одних и тех же данных То есть, как правило, решение, с которыми мы сталкиваемся, заключается в следующем Что люди просто каждый раз грузят данные заново для новой открывшейся области Ну и плюс запросы со всех клиентов поступают принципиально разные Очень сложно организовать кэширование данных на сервере То есть вы не можете понять, на чем вам построить, собственно, ваш кэш Как вам это сделать Поэтому правильный подход в данной задаче — грузить данные по тайлову В прошлом докладе уже говорилось о подходе, когда на карте отображаются тайлы Собственно, мы его тоже используем У нас есть некоторая видимая область карты Мы вычисляем, какие тайлы попадают в эту видимую область карты И отправляем запросы за данными, собственно, для вот этих вот тайлов Почему это хорошо? Данные загружаются, по сути, по одним и тем же границам Потому что количество тайлов всегда конечно Тайлы всегда находятся в одних и тех же местах карты И вы можете уже организовать нормальное кэширование ответа на сервере Плюс легче запомнить, какие тайлы подгружены, а какие нет Ну и плюс небольшой сдвиг карты может не вызвать подгрузку данных Если, например, у вас в новую картографическую область не попали новые тайлы Собственно, существуют два модуля непосредственного API-карт Которые осуществляют логику на клиенте Они отслеживают, какие тайлы попали в видимую область Какие не попали, отслеживают, какие данные загружены, какие нет Что делать при смене коэффициента масштабирования И отправляют потайловые запросы на сервер за данными Почему два модуля? Один модуль заточен под клиентскую кластеризацию Второй под серверную То есть первый модуль загружает данные и кластеризует их на клиенте А второй умеет показывать результаты того, что вы там нагенерировали на сервере Также у них существуют разные режимы запросов за данными То есть несмотря на то, что удобно работать потайлово Понятно, что если мы будем с клиента отправлять на сервер запросы за каждым тайликом отдельно Мы можем сильно забить канал Поэтому запросы отправляются сразу для большой прямоугольной области карты Но тем не менее запросы формируются все равно по тайловой области Что позволяет организовать кэширование на сервере И если разбить эту область на сервере на отдельные тайлики Оперировать всем так, как будто у вас просто отдельные тайлы Теперь я дам несколько рекомендаций, как организовать серверную часть Первый вариант, который подойдет для показа большого количества точек При условии, что запросы у вас поступают потайлово Это генерация обычных статических файлов Количество тайлов всегда конечно Количество коэффициентов масштабирования тоже конечно И вы заранее их знаете Поэтому вы можете написать скрипт, который из вашей базы достает метки Объединяет их по тайлам и для каждого зума нагенерировать вот такие вот файлы Содержащие вызов JSONP callback, сформированного по определенному шаблону Эта часть не требует по сути никакого сервера, который будет обслуживать ваши запросы Взаимодействие идет с файловой системой Но файлы могут занять очень много дискового пространства Понятно, что если вы генерируете картинки для коэффициентов масштабирования с 0 до 23 То у вас избыточность будет в 23 раза больше информации, чем нужно Нужен скрипт, который эти файлы генерирует То есть от некоторой серверной части вам не обойтись Ну и плюс это очень примитивное решение Оно подойдет для таких небольших демо-проектов Либо для каких-то таких инфо-проектов В которых вы один раз сформировали данные и никогда не собираетесь их обновлять Так, подход правильный в данной ситуации Это использование пространственных баз данных То есть вы должны взять какую-то базу данных MySQL, Basgress SQL Наложить на нее пространственные индексы И тогда работа с метками уже выйдет на новый серьезный уровень Давайте теперь поговорим про серверную кластеризацию точек Собственно, я говорила, что один из клиентских модулей Как раз заточен под то, что вы уже на сервере группируете метки Какие-то кластера и передаете результат на клиента Почему вообще нужно делать кластеризацию на сервере? Если вы делаете кластеризацию меток на клиенте То каждый клиент, который открывает ваше приложение Заново выполняет кластеризацию То есть вы по сути тратите кучу времени и сил Многих-многих клиентов, хотя могли бы подготовить данные заранее Ну вот, собственно, лишние программные операции И идеальная картинка, что должно быть, когда вы кластеризуете данные на сервере Серверная кластеризация версии 1 заключается в следующем Когда вам поступают запросы данными Вы идете в базу, достаете данные для некоторой области Затем некоторый алгоритм кластеризует эти метки в кластера И возвращает на клиента То есть взаимодействие с базой у вас довольно примитивное Просто выбрать данные по некоторой области И дальше вам нужно написать какой-то скрипт, который объединит метки в группы Плюсы и минусы данного решения Плюс в следующем У вас очень гибкое место Вы можете написать любой алгоритм кластеризации Какой вам заблагорассудится Минусы заключаются в следующем Вы можете столкнуться с тем, что у вас получилась очень низкая производительность вашего сервера И вам нужно очень хорошо заморочиться с кэшированием данных Чтобы сервер отвечал на клиент достаточно быстро Ну и плюс, чем красивее алгоритм Тем он дольше работает, как правило Об этом не нужно забывать Поэтому значительно облегчает тут жизнь Грид-кластеризация Мы ее сейчас используем на клиенте Почему бы и не использовать ее на сервере Суть заключается в следующем На карту накладывается некоторая сетка Все метки, которые попадают в один квадрат сетки Объединяются в кластер Там на самом деле эту грид-кластеризацию можно немножко модифицировать Чтобы картинка была покрасивее Но это сейчас не очень важно Картинка вашей серверной кластеризации превращается вот в такую Вы можете теперь скластеризовать объекты Внутри базы данных Одновременно при выборке объектов Как это делается? Ну, там пример скрипта Такой очень примитивный Который выбирает данные А потом группирует их Вот как раз осуществляет грид-кластеризацию Плюсы и минусы данного подхода заключаются в следующем Вам не нужно писать никакой дополнительной логики Никакого скрипта, который делает отдельно кластеризацию И это довольно быстро работает Минусы в том, что грид-кластеризация не всем нравится Чисто визуально Ну, как бы по картинке, которая получается Ну и плюс, поскольку ваша база данных постоянно рассчитывает Там вот у меня в запросе было умножение деления Вы не можете эффективно использовать индексы в базе данных Это минус Поэтому следующий прием, который позволяет еще улучшить Собственно кластеризацию в базе данных Это использование так называемых Quad-Key Что это такое? Quad-Key Это некоторые коды С помощью которых вы кодируете положение объекта на карте Причем они формируются таким образом Что старшие разряды квад-кода указывают на номер тайла На крупных масштабах Точнее на мелких В общем, на нулевых Целый квад-код указывает адрес объекта на самом подробном масштабе карты То есть на самом деле алгоритмов, которые могут формировать эти квад-коды довольно много Но вот один из них, например, выглядит так И получается, что для каждого объекта мы получаем некоторый битовый код Который кодирует его положение Поэтому если нам нужно выбрать объекты в некоторой квадратной области На некотором зуме Нам достаточно сгенерить правильную битовую маску И по этой битовой маске мы можем очень быстро отсеять нужные нам объекты Получается, что схема немножко модифицируется У нас есть база данных, в которой хранятся объекты И в этой базе насчитаны квад-коды Дальше мы осуществляем кластеризацию объектов Сразу при выборке объектов из базы С помощью этих квад-кодов Кстати говоря, квад-коды позволяют превратить вообще любую базу в spatial-базу То есть если у нее нет пространственных индексов Их можно эмулировать с помощью этих квад-кодов Тут опять же пример запроса Как это делается И суть в следующем Когда вы выбираете объекты Во-первых, выборка объектов происходит просто битовой операцией Сравнением квад-кода метки и нужного квад-кода Ну и плюс, типа, кластеризация дальше происходит ровно по тому же алгоритму Это очень быстро работает Плюсы и минусы Плюсы очень быстро Минусы Грид кластеризации не всем подходит Я уже об этом говорила Ну и вам нужно заморочиться заранее Нагенерировать эти квад-коды Это требует некоторого времени и сил Теперь немножко буквально поговорим Про кэширование и версионирование данных С кэшированием все просто Поскольку данные отправляются с клиента на сервер по тайлово То собственный кэш вы должны организовать по тайловой Ну то есть вы в кэше храните там тайл И номер тайла, номер зума и все Вы можете записывать данные в файловую систему Почему бы нет? Можете использовать какие-то системы типа memcached или redis Для хранения вот этих данных, которые поступают от сервера Если запрос поступает для большой тайловой области Опять же не составит труда разбить его на маленькие тайлики Достать эти тайлики из кэша, сгруппировать и вернуть на клиента Опасный момент при такой работе Это момент, когда вы на сервере решаете обновить данные Предположим, что у вас есть клиент, который полчаса назад открыл страницу На нее подгрузились некоторые метки Дальше человек двигает карту У него открывается новая картографическая область, для которой еще не загружены данные Напомню, что с того момента, как человек загрузил данные до текущего момента Прошло полчаса и ваша серверная часть обновилась, у вас новая версия данных Получается, что у вас уже загружены метки старой версии И есть риск, что для новой области загрузятся метки новой версии В принципе, для некоторых сервисов это не критично Но вы должны просто об этом подумать, знать об этой проблеме И сразу заложить ее в архитектуру Во-первых, вы можете передавать на клиент версию данных, с которой он работает Соответственно, на сервере вы должны хранить в кэше Несколько последних версий ваших данных Чтобы клиенты, которые начали работу до вашего обновления Все-таки получали какой-то валидный ответ Чтобы срез данных на всей карте был одинаковый Система кэширования также можно завязать на версию То есть вы в тот же редис кладете, например, данные И формируете ключ по номеру тайла, по коэффициентам масштабирования и по версии Ну и плюс, если вам критично, чтобы клиент всегда видел самую свежую версию данных Вы можете как-то продумать автообновление версии на клиенте Опять же, у нас так работают пробки То есть у нас клиент раз в 4 минуты пингует сервер Не обновился ли срез данных И если данные обновились, то удаляет все с клиента и загружает новую порцию Поэтому всегда картинка, собственно, одинаковая Ну, на самом деле, это, в принципе, все, что я хотела сказать Тут полезные ссылки Первое – это просто руководство разработчиков, которым написано примерно то, что я говорю, но подробнее с примерами И если есть вопросы, пишите в клуб, в котором мы, в общем-то, отвечаем на вопросы по API Мы там тоже сможем на все ответить У меня такой вопрос Когда наконец-таки сделаете в API стрелочки? Буквально недавно лично я в песочницу добавила пример стрелка на карте Нет, просто я не помню Мы используем, по-моему, 2.7 или 2.6 версию Там еще их не было, и нам приходилось делать это через костыли То есть это кастомный объект, и все равно не один объект стрелка То есть мы ее рисуем отдельными линиями Да, я поняла Но это отдельный вопрос, на самом деле, больной инфографикой API То есть я понимаю, что это востребованная штука, и часто спрашивают Но пока у нас нет ресурсов на ее воспроизведение То есть мы стараемся писать какие-то примеры, если кому-то очень нужно, реализуйте Но когда это будет прямо в API, я сейчас не могу сказать, не знаю Здравствуйте, вопрос у меня Здравствуйте Сколько вообще всего у клиентов у карт в Яндекс? Ну, в каком смысле клиентов? Приложения, не знаю, зарегистрированные в каких-то ваших там, ну вот, как у вашей API, когда вы запрашиваете Ну, там сотни тысяч сайтов Сотни тысяч? Да Интересно, спасибо А подскажите, пожалуйста, знаете или нет, у Яндекс.Недвижимости проекта какая кластеризация используется? Из тех, что вы перечислили Какой подход? Я пытаюсь вспомнить, причем буквально недавно мы с ребятами на эту тему общались Но у них какая-то своя Скажите, что гадость Гадость, да, я не знаю, скажу Здравствуйте, спасибо за доклад А можно вот узнать, я сейчас недавно обновил Яндекс.Карты на телефоне И там начали автобусы ездить Прямо по карте Я сначала думал, что это не то Вот хотелось бы узнать, там непрерывный поток данных идет для передачи? Или как? И что будет, если тысяча их будет? Да, если много их будет Я думала, что все будет хорошо, ничего не рухнет Нет, но он непрерывный поток идет данных То есть он же в реальном времени движется у меня на карте Ну, тут я хочу пояснить Наверняка идет речь про мобильное приложение, про Мяк Да У нас разные команды делают Мяк и JavaScript API Поэтому я про автобусы слышу от вас А что такое Мяк? Мобильная Яндекс.Карта Ну, это наше внутреннее сокращение Ясно То есть это не к вам вопрос? Да, я, к сожалению, не знаю Хорошо Спасибо за доклад Такой вопрос Не подскажете, когда появится уже в Яндекс.Картах В API Яндекс.Карта информация об транспорте московском? Потому что разговоры уже идут два года Что вот сейчас-сейчас, а вот сейчас никак Ну, а в каком транспорте? Вы имеете общественный транспорт? Да, трамвай, автобус, троллейбус Ну, насколько я знаю, сейчас вот в свежей версии API Уже есть маршрутизатор, который умеет строить по общественному транспорту Я имею в виду текущее состояние автобусов на карте вот в Москве То есть вроде как Ну, такой информации, честно говоря, не знаю То есть нет никаких прогнозов Добрый день, спасибо за доклад У меня такой вопрос немного не по API, а вообще по картам Вы не пробовали, не работаете в сторону векторной картографии? Вот Google последнюю версию именно там с вектором делает Ну, да, конечно, вектор это сейчас перспективное направление Я надеюсь, что в каком-то обозримом будущем мы начнем делать векторные карты Но сейчас реальность такая, что реализацию вектора можно сделать не во всех браузерах, которые мы хотим поддерживать Поэтому я, ну, я опять же фантазирую Я предвижу какой-то плавный переход То есть мы, наверное, начнем какие-то эксперименты по вектору И будем медленно вместе с браузерами на него переходить Ну, вот Google на это пошел, он сделал это на своем сайте Но в API выдает все еще тайловые карты вообще без вектора Но на своем сделал на векторе А вы, то бишь, еще даже не начинали Ну, как бы, я так скажу, есть некоторые прототипы Но когда это выйдет наружу, я сказать не могу Понятно, спасибо Скажите, пожалуйста, тут вы сказали про Quad-K Это как бы эмуляция Special Index А вы тестировали, насколько это быстрее, медленнее? Можете что-то сказать? Вот если нет Special Index, а вот только ваш подход использовать Если есть только Quad-K, это работает очень быстро Ну, то есть я сейчас конкретных цифр не приведу Потому что нужна конкретная база, там, данные, ну, графики, грубо говоря Но это летает Не, ну, данные одни и те же, да, собственно говоря То есть вы используете свою собственную разработку в виде вот этих квадов Но она не наша, она мировая Ну, то есть как бы это распространено Представим, что вы ее как бы внедрили, да, и, собственно, и Special Index Делали вы замеры, насколько это быстрее, медленнее или что-то? Я боюсь вам сейчас наврать Если вам интересно, то я могу, ну, то есть напишите мне на почту Я вам вышлю вот реальные исследования Спасибо Извините, еще один вопрос по поводу грид-кластеризации Как я понимаю, сейчас у нас квадратики, да? И они не всем нравятся Не думали в сторону гексагонов хотя бы? Если мы используем гексагоны Собственно пропадает все, ну, пропадает вся прелесть вот этой грид-кластеризации Потому что такая кластеризация занимает значительное время на клиенте На самом деле есть несколько подходов, которые позволяют сделать грид-кластеризацию красивой И у нас есть в планах замена вот этого движка кластеризации Ну, опять же, там, не знаю, ближайший год, может быть, мы сделаем Еще можно, вот про карту, когда говорят, обычно приходят в мысль, что там поиск ближайших объектов Это вот как-то к вам относится вообще? К API Яндекса, я, может, просто не то что-то говорю, но вспомнил так Ну, поиск ближайших объектов, что вы имеете в виду? Ну, я не знаю, вот на карте там есть какая-то точка, там много точек на карте в API Вы ищете что-то ближайшее или нет? Да, у нас есть модуль, который позволяет удобно там находить ближайшую точку Находить точки в окружности там и так далее Все, есть документация Все, спасибо